книга про таерея геннадия фаста в бога богатеете проповеди 2020 год люди во все времена рассуждали о том что ожидает душу за порогом смерти что там и всегда воспринималось так что там некий путь что смертью не превращается в ничто человеческая жизнь а есть ее продолжение какое пожалуй всех народов было представление о том что там душа оставившая свое бренное тело проходит некое испытание это чувствует человек и как будто даже требует что там и дал так и должно быть что должно быть испытание не исключение и наша христианская вера человеку надлежит однажды умереть а потом суд и суд этот сводится в конечном счете к судному дню однако предваряется неким промежуточным испытанием души православии сложилось такое представление что первое время возможно три дня душа еще здесь на этой земле она видит свое покойное тело она видит и скорбящих сродников и еще она странствует под тем местам с которыми связана была ее земная жизнь особенно какие-то ключевые моменты ее дел веры и вполне возможно грехов на третий день душа уходит и как это сложилось в представлении православных христиан ей показываются райские обители праведник видит то что ему уготовано за праведные дела и праведную жизнь которую он вел здесь на земле нечестивый видит ту блаженную жизнь в райских обителях которые он потерял проводя свою жизнь в грехах и уйдя из нее без покаяния на девятый день душа предстает пред богом в таком представлении о первых девяти днях конечно же заложена глубокая мысль некоего воздаяния воздаяние за добро которое ты можешь получить или потрудить если потрудился и воздаяние которое может остаться тебе недосягаемым если не потрудился и эта мысль правильная но есть мысль более глубокая что в эти дни не просто показываются тебе райские обители вот это ты заслужил или это ты не заслужил ты праведник или грешник более глубокая мысль то что в это время душа проходит испытание добром что такое испытание добром предложить человеку добро и пожалуй любой скажет что он хочет добра да и сам хочет быть хорошим кто от добра отказывается реально же такова что наличие у нас желание добра нам скорее только кажется египетский подвижник преподобный макарий великий говорит что душа она и в том мире устремиться к тому к чему навыкла здесь что значит показываются нам райские обители райские обители это не просто некое хорошее место где душа может блаженствовать такое представление может напоминать нам здесь на земле время провождения отпуска на берегу моря где вода плещется воздух хороший фрукты отдыхай ты потрудился хорошо ты заработал отпуск люди часто так и делают потрудились и вот теперь как награда отпуск на берегу моря где все так хорошо ничего в этом плохого нет но только о 9 днях и здесь глубже что значит испытание добром что значит обители райские вот например обитель которые молятся это молитвенная теле туда хочешь тут и задумаешься на 15 минут не против на полчаса ну на час а что там потом делают а там молятся два часа прошло а что там еще делают а там молятся день вечность о нет мы так не договаривались я не для того на земле на земле себе хорошо вел не для того по-доброму все делал чтобы теперь там без конца молиться молиться и молиться нет мне что-то это как-то а какая там еще есть обитель а там есть обитель любви к слову божьему любви к слову божьему ладно послушаем почему бы 15 минут не послушать а там час а там второй так а завтра опять слово божье и целая вечность нет мы так не договаривались слово божье но не до фанатизма же нет душа к этому не навыкла а какая там еще есть обитель а там еще есть обитель небесная райская это обитель правды это такая комната такая обитель в которой не врут хорошо я же всегда стремился к справедливости да оказывается там нельзя хитрить там нельзя говорить одно а думать другое как долго мы так там выдержим 15 минут ничего полчаса вытерпела душа а потом настолько уже привыкла к тому что мы люди с двойным дном а а может быть и не только с двойным тяжело а какая там еще есть обитель следующая пошли в следующую обитель а там обитель милосердия там отдают свое отдавать то то что мое нет но чужой я вроде не очень-то а свое это как а вот отдай ну ладно что ж у меня тут как раз избыток под накопился может немножко и можно поделиться а завтра а а завтра здесь опять отдают свое так у меня же избытки кончились а ты отдай то что тебе самому надо слушай у вас тут какая-нибудь другая комната еще есть и вот так показываются райские обители с третьего по девятый день и душа стонет уже нет я здесь не могу это не то к чему я привыкла а там обитель где свидетельствуют о спасение свидетельствуют о спасении это что мы перестаем понимать да не свидетельствовал я спасение не знаю даже толком что это такое а там и постническая есть обитель а там обитель где скверных слов не говорят а как разговаривают не когда все хорошо то это ничего а вот если рассердишься если встречный автомобиль что я тут должен улыбаться тут невольно из моих уст вырывается не побежим ли мы и от этой обители чувствуете что такое испытание на добро выдержим ли мы его нам все кажется что уж доброе то мы любим оказывается же что испытание на добро это очень непростое испытание в доме отца моего обители много и пройдет душа посмотреть на рай это не то это не то место где бы я хотел быть а с девятого дня и до сорокового душе показываются преисподние места грешник видит что он заслужил и как мы привыкли это воспринимать червь неумирающий огонь неугасаемый скрежет зубов да плохо грешить если за грехи вот такое все не хочу суда а пройдет видит от чего он избавиться в судный день то что мы сейчас сказали это правда но здесь смысл опять глубже это нам только кажется что мы в ад не хотим это нам только кажется что этот огонь эти черви что это все нам не к душе а что на самом деле а на самом деле испытание на зло увидел чужое добро и что какой червь в нас зашевелился через зависти мы не можем спокойно пройти мимо чужого добра чтобы не позавидовать покажут нам в преисподней червя зависти а это же мое мое родное я такое есть я в этом а вот очень лихо и весело танцует теряешь ум и стыд о как тут весело ведь когда мне будет это показывать то не будет написано что это нет душа моя рванется и пустится в пляс потом посмотрит с кем она пляшет они копытами там звонко стучат а потом посмотрит душа моя ух ты сколько поесть можно какая вкусная еда и что даже в среду даже и в среду и в пятницу и в пятницу тоже и и великий пост и великий пост и потянется туда душа она ведь привыкла ублажать себя ястоми чтобы было жирно сладко и много а там всего в избитке в избытке мы же что ворчим что в магазине всего этого нет а если и если есть то дорого там же все есть и денег не берут бери так душа и кинется к ястам она и ухвастится за эту возможность так будет с 9 по 40 день и окажется что куда душу не поведут она всюду узнает свое родное вот смотрит душа моя одного человека очень несправедливо лупят ух ты а там-то на земле там несправедливые как важно жили давай-ка и я ему свою пощечину врежу а вот так душу будут будет проходить испытания на зло куда ее там не поведут она всюду будет узнавать свое родное и когда сороковой день настанет то скажет как то мне здесь хорошо и она там останется только рада тому не будет нисколько вот дорогие в сороковой день и определиться наше состояние и участь таково испытания на добро и зло это нам только кажется как мы любим добро и как мы не любим зло как мы хотим в рай и как мы не хотим в ад когда душа пойдет на испытания там не будет написано что это рай а это ад знаете как и сейчас на экзаменах задаются вопрос и даются три варианта ответа подчеркни правильный не указано же где правильный ответ а где неправильный так душа начнет там подчеркивать что и кажется правильным что и близко что и нравится потом посмотрит окажется что выбрала от они выбрала рай поэтому возвращаясь к преподобному макарию великому напомним душа к тому стремится к чему навыкла здесь если мы там хотим оказаться в райских обителях то в этих обителях надо быть уже здесь уже здесь надо оформлять себя постоянную прописку в добре здесь надо как огня и как червя противного бежать всех этих адских развлечений а то а то ведь там нам не подскажут где правильный ответ что подчеркнем что изберем вот что такое эти 40 дней и не просто одному скажут вот ты на проказничал иди-ка ты в ад вот ты хороший был идем как нам в рай все серьезнее и глубже и поэтому как важно в этой жизни навыкнуть тому благу которому оказавшись там душа естественным образом устремиться а потом оглянется и поймет что она в раю и как важно нам здесь возненавидеть грех страсть порог всякую скверну как важно здесь научиться бежать всего этого чтобы оказавшись там мы оглянулись и увидели что убежали из ада не устремились в него одну рабу божью мне доводилось посещать у ее смертного адра она говорит мне здесь все так понятно мы пытались ее утешить она знала что уходит из жизни тяжелый был у нее недуг и вот она несмотря на свою глубокую веру а там я ничего не знаю здесь я как-то все понимаю вот храм и знаю что храме вот школа я знаю что в школе вот казино я знаю что такое казино а там я не разбираюсь церковь нас и не учит там разбираться господь нас учит возлюбить добро и бежать зла и если мы этому научимся здесь то блажен путь вон же идише днесь душе а если не научимся здесь то страшно смерть грешников люта к чему обратиться наша душа так что не дожидаясь когда там все это будет происходить сейчас и здесь нам нужно устремиться к добру навыкнуть к нему восхотеть его возжелать и бежать от зла возненавидя его и всем нашим усопшим ангел хранитель да поможет пройти нам там это очень непростое испытание на добро и зло и оказаться в божьих обителях в теплых руках вселюбящего бога аминь